Брестский областной институт развития образования собрал в своих стенах представителей всех районов нашей области. Профессиональные педагоги встретились, чтобы поделиться своим опытом и практическими наработками в преподавании белорусского языка и культуры. Всех гостей мероприятия приглашали принять активное участие в мастер-классах, знакомили через экспонаты выставки с многообразием белорусской культуры. Педагогами у всех районов нашей области представлены на семинар педагогичные распроцовки, нарекированные на расширение сферы выкористания белорусского языка. Так само на развитие текавости у батьков наших деток до формирования в образу малой родимы. Мы верьми хочем, как наши дети и наши батьки любили свою малую родиму, поважали ее и завсёды размовляли на белорусской нашей мове. Специалисты управления и отделов по образованию, городских и районных исполнительных комитетов, методисты, члены советов руководителей учреждений дошкольного образования, педагоги. В ходе мероприятия предлагали свои варианты того, как вызвать интерес у пока еще маленьких граждан своей страны. Особо отмечали то, что наметилась устойчивая тенденция к увеличению желающих обучаться на родном языке. Наш язык белорусский замечательный, прекрасный. И хорошо, что в наших дошкольных учреждениях есть группы, образование которых ведется на белорусском языке. Это, естественно, по желанию родителей, но такие группы есть. И наши педагоги, наши воспитатели хотят работать в таких группах. И работают замечательно те материалы, которые представлены на выставке, говорят о том, что мастерство их растет, и они готовы им делиться. Разноплановость экспонатов, представленных на выставке, восхищала фантазией мастеров и их глубиной знаний. Экспозиция демонстрировала узоры, созданные из бумаги. Открывала секреты ткачества и волшебства создания мини-габелленов. Завораживала красотой национального костюма. Кобринский строй, он широко освещен в этнографической литературе. И вот нам хотелось создать по деревням национальные костюмы. И вот наш коллектив дошкольного центра, все вместе мы создали кукол, подобрали им одежду, и получилось у нас такое произведение искусства. Действительно, все это наше родное, не заимствованное извне, а придуманное нашими предками и выражающее культурологические особенности нашего этноса, богатство белорусской культуры. А за жизнь всего этого многообразия в ответе его продолжатели-педагоги, ежедневно заинтересовывая деток в изучении традиций и языка родной земли. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.